Всем привет! Сегодня мы поговорим об обновлении 6 сентября. О том, что нам добавили, что убрали, что пофиксили. В общем, в принципе, обо всём и понемножку. Погнали! Значит, первое, что у нас добавили, это гонка вооружения. Да, вот в событиях. Сейчас мы найдём её. Вот. Гонка вооружения ещё не началась. Принцип такой, что команды делятся на два лагеря. Между лагерями три моста, и на этих мостах появляются флаги. Флаги нужно брать, нести на базу. В принципе, как на Граале практически, только карта немножко другая, и награда совсем другая. В принципе, награда за гонку вооружения такая же, как за удар Империи. Проходит в то же время, как и удар Империи, только проходит вторник, четверг и субботу. И, в принципе, лагает безумно. Я хотел снять видео, чтобы отдельно гонку вооружения показать, но у меня были такие лаги, что это просто стыдно показывать, честное слово. Не вижу смысла вообще в гонке вооружения. Бесполезно. Геймплей хуже, сложнее, время тратить больше. И награда точно такая же, как в удар Империи. Очки суммируются. Вообще практически неинтересно. И очки набираются намного меньше. Если, например, топовые игроки могли набрать там 1000-1200 очков на удар Империи, то в гонке вооружений это 400. Ну, это прям потолок 400 набрать, это нереально практически. Вот. И есть также некий плюс-бонус, скажем так, с этим связанный. Если вы, например, идете на гонку вооружения, а не удар Империи, то на следующий день в незабранных наградах вам доступна награда за удар Империи. То есть, так как вы на удар Империи не попали, а попали на гонку вооружений, то вам доступна награда за удар Империи. Скажем так. Еще с 6 сентября у нас почему-то пропала Зомби Апокалипсис. Я не знаю, я просто его не вижу, не могу найти. Не знаю, если кто-то знает, где он, куда пропал, может где-то в другом меню, скажите, напишите в комментариях, в принципе, где он. Потому что интересно на самом деле. И также награды за Зомби Апокалипсис не было в пропущенных. То есть, так как на следующий день, если не сходили, на следующий день идет награда за то, что вы не ходили. Я не видел. В принципе, пропала. И я думаю, это просто бах какой-то, потому что она должна быть. Либо же ее отправили на переработку. И также будет какой-то в дальнейшем новый вид Зомби Апокалипсиса. Какой-то интересный сделать, потому что уже практически никто на него не ходит. Вот. Так что Зомби Апокалипсис исчез. Далее нам пофиксили Дракон Альянс. Вот этот вот охотно Дракона. Дракон Альянса. Ранее, первые, после обновления, после того, как его добавили, 200 плюс уровень, да. При убийстве между рестартами серверов, которые проходят каждый четверг, да, между средой и четвергом. При убийстве Дракона, то есть, если вы апнули ему левел, добавлялся еще один Дракон. Доходило до того, что у нас там стояло около 7-8, не помню, или 10 Драконов. То есть, вот, было здесь полностью все в Драконах. Сейчас же при убийстве Дракона количество их не меняется. Он остается все так же один. И, в принципе, ну, то есть, не получится так быстро уже поднимать уровни. Потому что, вот, с прошлого обновления, это был прошлый понедельник, да, полторы недели, грубо говоря. За полторы недели мы подняли Дракону 28 уровней. Ну, это практически средние два уровня в день. Ну, это, как бы, немало, но, ой, немного, но все равно. Так, значит, добавили, еще раз подсуммируем, добавили гонку вооружения. Награда такая же, как Удар Империи, но геймплей ужасный, на самом деле. Проходит в то же время, только три раза в неделю. Ну, например, я лично не собираюсь ходить. Можно, может быть, как-нибудь, когда сильно скучно будет, буду ходить. Ну, буду ходить на удар. Вот, и убрали зомби-апокалипсис. Почему-то, опять-таки, я не знаю почему. Я думаю, что это все-таки на переработку. И пофиксили Дракон Альянс. Также, вот, нам еще в прошлом обновлении добавляли кнопку. Вот, опция скоро появится. Видите, не видно. Вот этот вот мешочек с камнями. Меня спрашивали в профилном видео, что это такое и что с ним будет. Ребят, будет функция такая, как подарок, грубо говоря. То есть, вы нажимаете на нее, у вас появляется окошко с некоторыми, ну, функциями, скажем так. Первое. Вы выбираете количество камней, которые вы хотите подарить. Это, ну, грубо говоря, называется подарок. То есть, там будет от, по-моему, от 100 камней или от 50. Магические камни пополнения только можно использовать. То есть, вы берете магические камни пополнения в количестве, там, ну, допустим, 100, да. Второе окошко. То есть, вы выставляете на количество мешков за... То есть, распределите это как, ну, эти камни магические. То есть, там, например, 10 мешков. Вы взяли 100 камней, разделили на 10 мешков. Это, значит, 10 мешков по 10 камней. Далее, вы выбираете в мир или в альянс. То есть, вы можете в мир отправить, а можете отправить в альянс. И ниже вы можете добавить сообщение. То есть, я так понимаю, что, например, там, поздравляю всех с Новым Годом. Выбрали 1000 камней, выбрали 30 человек, поставили альянс. И тупо весь альянс по каждому по мешочку поздравили с Новым Годом. Досталось там по мелочушке каждому. Но, тем не менее, типа, всем пришло с Новым Годом. И от вас такой мелочный подарочек. Но, тем не менее, как бы, бонус. Вот такая вот функция. В данном еще обновлении, она недоступная. Опция скоро появится. Это, вот, в принципе, я видел на американских серверах. Она уже работает. Но я ее там особо не тестил, потому что там за магические камни пополнения. А я, как вы знаете, жадный парень, особо деньгами не разбрасываюсь. Вот. В принципе, все. То, что я видел, то, что знаю. Может быть, что-то не заметил. Пишите в комментариях, если что-то упустил. Спасибо. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok